Мы продолжаем выпуск. Тема стремительного обогащения представителей ПДС после прихода к власти продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых в социальных сетях. Тем более, что происходит это на фоне обнищания основной массы населения Молдовы. И в этой связи случай с вице-спикером парламента Михаил Попышоем, который приобрел элитную базу отдыха на берегу Днестра, получил огромный резонанс в социальных сетях. Депутат ПДС Михаил Попышоев заявил, что купленная им база отдыха в Адулой Воды является вложением честных и прозрачных с трудом заработанных денег. Однако есть достаточно оснований полагать, что Попышоя слукавил, назвав цену, которую он заплатил за трубазу. Журналистка Наталья Марарь, туристическая база отдыха Кристина стоит 60 тысяч евро, господин Попышоя. Я ее покупаю хоть за 100 тысяч, потому что такая база стоит не менее 300 тысяч евро, говорит Марарь, сообщает телеграм-канал КП в Молдове. Депутат правящей партии Михаил Попышоя пытается объяснить, что нельзя просто так проводить расследование в отношении власти, не объясняя при этом, что власть честная, даже если вице-спикер купил базу отдыха за 60 тысяч евро, а недалеко продается база уже за полмиллиона, прозрачно намекает телеграм-канал «Гений Карпат». Одному мне стало смешно, спрашивает Дмитрий Секриеру. Большое число пользователей соцсетей закона считают, и сумма в 60 тысяч евро значительная, и интересуются, откуда у Попышоя такие деньги. Где он мог честно заработать, спрашивает Валентина Охремцева. Все нажито непосильным трудом, иронизирует Людмила Мельникова, вспоминая знаменитый советский кинофильм. Такой молодой, а уже смог честным трудом заработать на базу отдыха. Такие чудеса только в Молдове возможны, считает Элеонора Круду. С трудом заработанных, наверное, в поле пахал, на стройке работал. Смешно, пишет Лидия Бакаржи. Всего два года назад у него не было даже счетов, напоминает Ольга Дануца. Но где же НЦБК? Пусть проверят доходы-расходы, экспертизу по стоимости проведут. Не могут. Опять бумага закончилась, иронизирует пользователь Нистру. Интернет помнит все, и поэтому пользователи соцсетей напоминают, как Попшой призывал продать вторую машину для экономии. Попшой, ты же осенью продал одну машину, чтобы выжить. Где ты честно заработал к весне на трубазу? Спрашивают пользователи Йока. Вице-спикер парламента Попшой купил всеми вторую машину. Да-да, это тот самый Попшой, который в прямом телеэфире советовал гражданам Молдовы в целях экономии вторую машину в семье продать. Улыбаемся и машем. Описывает реальную ситуацию телеграм-канал «Дежурный по Молдове». На защиту коллегии партнера по партии бросился депутат Раду Марьян. Не вижу проблемы, у него есть деньги, слегка завистливо заявил, похожий на персонажа фильма «Неуловимый мститель» Марьян, отметив, что «важно следить за карьерой и анализировать неподкупность личности», цитирует депутата ПДС телеграм-канал e-news.md. Случай с Попшой заставляет граждан Молдовы открыть глаза и видеть существующую власть такой, какая она есть. «Я была очень уверена во всем, что предлагали перед выборами, и что мы видим сейчас на смешке ложь и манипуляции». Позор, пишет Марьяна Галаган. «Вопрос не в честности заработанных денег. Вопрос, как политики, судьи, госслужащие покупают недвижимость за цену в 3, а то и в 10 раз дешевле рыночной. Почему у вас с газом так не получается?» – задает законный вопрос Тони Донич. «Как и говорили в операции, все уже украдено до нас. В этом случае у нас», – цитирует другой кинофильм Леон Таскер. «Как же нам повезло, такие честные у нас правители, просто как на подбор. Да, интересно, почему при таких честных мы стали жить хуже, чем при прошлых?» – задается риторическим вопросом один из пользователей соцсетей.